Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю расскажут мои коллеги и я, Виктория Шары. Коротко об основных темах. Когда сердца наполняются любовью, а дом – праздничной атмосферой. В первый день зимы в Самаре традиционно открылась новогодняя благотворительная акция «Елка желаний». Легенда, которая материализуется, в Самаре планируют открыть музей в доме 84 по улице Чкалова, где произошло знаменитое стояние Зои. В Самаре подвели итоги диктанта победы, кому достались дипломы победителей. Для достижения новых творческих вершин в Самарские музыкальные школы поступили новые инструменты и учебники. По-настоящему Волжский праздник в Самарском театре оперы и балета завершился фестиваль народного творчества «Рожденные в сердце России». Самарская губернская дума приняла во втором чтении бюджет на следующий год и плановый период следующих двух лет. В 2023 году доходы в областную казну составят 242 миллиарда 751 миллион рублей. Расходы – 267 миллиардов 844 миллиона рублей. Дефицит бюджета превысит 25 миллиардов рублей. Значительную долю расходной части планируют направить на финансирование социальных отраслей экономики – 65,5 миллиардов рублей на реализацию социальной политики, 52,5 миллиарда на развитие сферы образования, более 21 миллиарда на здравоохранение, почти 20 миллиардов на жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды. Когда сердца наполняются любовью, дом невероятной праздничной атмосферы и даже взрослые начинают верить в волшебство. До Нового года осталось чуть меньше месяца. В первый день зимы в Самаре традиционно открылась новогодняя благотворительная акция «Елка желаний». В этом году подарки от Деда Мороза вручат не только детям-сиротам, инвалидам и детям, оставшимся без попечения родителей. Желание исполнится и у ребят, проживающих в пунктах временного размещения граждан, прибывших с Донбасса. Какие пожелания детей уже исполнила голова города Елена Лапушкина и где можно снять открытку с «Елки желаний», расскажет Ольга Павлова. Ну и Дедушка Мороз, что за щеки, что за нос, борода-то-борода, а на сапки-то звезда. Дед Мороз, а есть ли он? Может, это почтальон, нам подарок принесет и тихонечко уйдет. Поверить в чудеса, даже если в жизни их бывает немного. Для Ангелины Лебедевой, Михаила Тишина, воспитанников детского дома номер один, 2023 год начнется с сюрпризов. Ангелина давно мечтала о наборе для творчества, а Михаилу нравится собирать и строить. Поэтому у Деда Мороза он попросил конструктор. Исполнить детские мечты несложно. Достаточно снять с «Елки желаний открытку», приобрести подарок и вручить его ребенку. Как правило, ребята просят игрушки, настольные и развивающие игры, наборы для творчества, гаджеты и инвентарь для занятий спортом. Хочу поблагодарить всех наших партнеров, которые из года в год принимают участие в нашей акции «Елка желаний». И хочу пригласить всех самартов тоже поучаствовать. Когда мы с вами дарим подарки, исполняем желания детей, мы сами, наверное, становимся чуть-чуть добрее, чуть-чуть светлее и даже сильнее. Сделать мир чуть светлее для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и исполнить заветные желания решила глава города Елена Лапушкина. В акции «Елка желаний» она принимает участие ежегодно, ведь когда-то она тоже была ребенком, верила в волшебство и писала письма Деду Морозу, в надежде на то, что ее мечты обязательно осуществятся. Мне подарили замечательную куклу, которая со мной была очень долго. Я уже студенткой была, но тем не менее, вот эта красивая кукла была со мной, начиная с 7 лет. В тот момент мое желание исполнено, я до сих пор вспоминаю эту сказку, и мне принес эту куклу Дед Мороз, к которой я очень верила и очень благодарила. Об исполнении своей детской мечты в новогоднюю ночь вспоминает и полковник полиции Дмитрий Урюпин. Правда, уточняет, в советское время желанным подарком была даже плитка шоколада. Впрочем, это не помешало маленькому Диме однажды попросить у Деда Мороза самую настоящую собаку. Просил собачку, а мама сказала, давай лучше велосипед. Поэтому мне оказалось другую, мне оказалось собачка. Наверное, это самая даже смешная история. Сегодня Дмитрий Урюпин, как и многие другие, решил принять участие в акции «Елка желаний». Стоит отметить, что в этом году подарки получат не только дети-сироты, инвалиды и те, кто остался без попечения родителей, но и ребята, которые прибыли с Донбасса. Сейчас они проживают в пунктах временного размещения. Свои пожелания написали уже около тысячи юных жителей города. Все желания обязательно сбудутся. Девочка 10 лет, хочет красивые кроссовки. Пожелания разные. От спортивного инвентаря, кончает колонками, телефонами и прочее. Вот один ребенок что-то заказал, и они, как правило, всем нужны одинаковые подарки. Вот если мальчик, например, в возрасте от 70 лет, один заказал вертолет. Вот нужно было пять вертолетов. Каждый ребенок должен верить в чудо, независимо от той ситуации, в которой он оказался. Организаторы акции надеются, что она обязательно найдет отклик в сердцах самарцев. Снять открытку с елки желаний можно будет в департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки, в районных подразделениях комплексного центра социального обслуживания населения и в городской думе. Подарить детям внимание, тепло и долгожданные подарки можно до 30 декабря. Все из них надеются на чудо, ведь Новый год – это сказка, в которую даже взрослые продолжают верить. Ольга Павлова, Константин Головин, События. Легенда, которая материализуется. В Самаре планируют открыть музей в доме 84 по улице Чкалова, где произошло знаменитое стояние Зои. Облагородят и пространство вокруг. Когда это произойдет, обсудили на совещании в мэрии под руководством главы Самары Елены Лапушкиной и депутата Госдумы Российской Федерации Александра Хинштейна. Подробности далее. Совсем скоро одним культурным пространством в Самаре станет больше. В городе появится музей истории и стояния Зои и культурно-просветительский центр. Детали обсудили на совещании в мэрии под руководством главы Самары Елены Лапушкиной и депутата Госдумы Российской Федерации Александра Хинштейна. Доподлинно неизвестно, было ли это на самом деле, но по легенде в доме 84 по улице Чкалова во время вечеринки девушке по имени Зои не хватило кавалера для танцев. Она взяла в руки икону Николая Чудотворца и стала с ней танцевать. Окаменела и простояла несколько дней. Было это в 1956 году, когда шел юбилейный съезд ЦК КПСС. Историю быстро замяли. Документы до сих пор хранятся под грифом «Секретно». Девушка исчезла, а вместе с ней и половица из дома, к которому она якобы приросла. Дом этот сейчас находится в ветхом состоянии, но его надеются сохранить, чтобы создать в нем музей. С высокой вероятностью могу предположить, что к середине следующего, 23-го года, мы закончим всю эту сложную и долгую формальную историю. Наша задача с тем, чтобы дом, где проходило стояние Зои, был передан под размещение культурно-просветительского музейного центра вместе с прилегающей территорией. И я абсолютно уверен, что это станет еще одним местом притяжения и местом сил. Легенда, а может быть и не легенда, а может быть и быль, поскольку появляются новые документальные источники, известно далеко за пределами Самары. Я считаю, что подобного рода истории, конечно же, нуждаются в их максимальной популяризации. После оформления документов, 84-й дом по улице Чкаловой, прилегающую к нему землю, передадут Самарской епархии, которой и предстоит создать там новый центр притяжения. Будет музей, в котором, я предполагаю, что использую современные технологии, интерактивные будут какие-то части, чтобы человек, который пришел туда, мог окунуться в эту атмосферу. Атмосферу не 50-х годов, там, скажем, Советский Союз и так далее. Атмосферу и событий, которые там произошли. Потому что точка притяжения вообще всех вот этих наших действий – это состояние Зои. Территорию вокруг музея и культурно-просветительского центра облагородят. Она будет просматриваться с улицы, вместо заборов – газоны и лужайки. И, возможно, когда-нибудь самарцы доподлинно узнают, что же произошло на самом деле в 84-м доме по улице Чкалова зимой 1956 года. Виктория Шарой, Константин Головин. События. Работу по отселению жителей домов, попавших в зону строительства Самарского метро, поручено максимально активизировать. Она продолжается непрерывно, с акцентом на индивидуальный подход к каждой семье. Приемы граждан, во время которых районные власти нацелены именно на такой алгоритм взаимодействия, проходят в администрации Ленинского внутригородского района с 17 ноября. Скоро новоселом станет и жительница улицы Галактионовской Римма Петрова. Она переедет в квартиру, которая находится также в историческом центре. Подробности далее. Жительница Самары Римма Петрова пакует чемодан и готовится справлять новоселье. Римме Васильевне 85 лет, половину из которых она прожила в доме номер 127 по улице Галактионовской. Сейчас он оказался на пути строительства станции метро «Театральная». Римма Петрова рассказывает, что ситуация расселения сталкивается не в первый раз. С рождения она жила на улице Рабочий, а когда стали строить мемориал Ленина, их дом снесли. После окончания института Римма Васильевна уехала во Владивосток, где прожила 18 лет. Но заскучала по Самаре и решила вернуться. Как партийному работнику ей дали тогда трехкомнатную квартиру на Галактионовской. Сейчас она подлежит изъятию. Оценкой трехкомнатной квартиры на Галактионовской специалисты занялись весной текущего года. Деньги поступили на счет без задержек. На средства компенсации Римма Васильевна подыскала равноценную квартиру. Также с тремя комнатами на Красноармейской. Квартира хорошая. Также на третьем этаже трехкомнатная. Новый вариант, чем понравился, что это рядом с дочерью. Потому что дочь живет на углу Арцебушевской и Красноармейской с мужем. Римма Васильевна говорит, торопится переехать. Ведь под окнами развернулись масштабные работы. Идет разработка стартового котлована для новой станции метро. Работы производят с опережением графика. Глубина котлована, где в дальнейшем предстоит смонтировать тоннелепроходческий комплекс, должна составить 21 метр. Сейчас рабочие не докопали только 50 сантиметров до основания. Это сделано для того, чтобы провести подготовку к бетонированию ложа. Сейчас рабочие монтируют металлические пояса, которые станут каркасом котлована. Удержат сваи, ограждающие конструкции в неподвижном состоянии. В стадии крепления последний, третий пояс. На стройке трудится около 150 человек. А когда начнутся основные работы, количество строителей увеличится до 400-450 человек. Трудностей с финансированием нет. Во время проведения всех циклов работ, особенно в период подземной проходки механизированного комплекса, те здания, которые находятся рядом со строящимся метро и не подлежат демонтажу, будут мониториться в круглосуточном режиме с помощью автоматизированных комплексов. Они снимают до полутора тысяч показаний в сутки. Сейчас такие комплексы уже работают, например, на зданиях в районе строительства по улице Галактионовской, на здании Самарского академического театра оперы и балета. Датчики показывают, что все в норме. Специалисты также отмечают, что еще при проектировании метро акцент был сделан на том, чтобы минимизировать зону расселения домов и изъятия имущества. После монтажа начнется проходка счета. В этот период никто не должен оставаться в домах. 212 жилых помещений, принадлежащих собственникам, и 73 помещения, которые были предоставлены горожанам по договору социального найма, необходимо отселить. В частности, жилье по найму эксплуатируют 287 человек. По 53 помещениям, которые занимают более 150 горожан, информация была актуализирована к концу минувшей недели. Проведена адресная работа. Среди проживающих в 53 помещениях порядка 50% граждан высказали пожелание остаться в историческом центре, а именно в Ленинском районе. Также в качестве альтернативы назывались железнодорожные и октябрьские районы. Шесть семей согласны переехать в Куйбышевские, промышленные или Кировские районы. Что касается собственников жилья, то к настоящему времени с ними заключено 82 соглашения, в которых фигурирует 114 человек. Региональным министерством строительства и средств, предусмотренных в соответствии с заключенными соглашениями, собственникам выплачиваются денежные средства без обязательного целевого использования. То есть человек может свободно ими распоряжаться, купить жилье, либо израсходовать деньги по своему усмотрению в зависимости от личных нужд. Потратить, например, на покупку автомобиля. Для того, чтобы начать работу, фактически нужно освободить площадку от занимаемых строений, на которые влияет строительство метро. То есть те здания, которые по техническому состоянию находятся в аварийном состоянии на текущую дату, они должны быть снесены. После завершения строительства первой ветки метро и ввода и эксплуатации станции театральный интервал движения поездов сократится до 7-8 минут, а путь по всей ветке составит 20-25 минут. Жители смогут гораздо быстрее добираться в исторический центр и обратно пользуясь подземным общественным транспортом. Андрей Горгуленко, Виктория Шарая, Николай Сидоров. События. В Самаре подвели итоги диктанта победы и конкурса на лучшие городские школьные музеи. Почему важно помнить уроки истории и кому достались дипломы победителей в этом году, расскажем в сюжете. Начальник управления Росгвардии по Самарской области Александр Ясауленко получает диплом победителя за диктант победы за своего коллегу, который сейчас находится в зоне проведения СВО. Говорит, с таким замполитом можно быть спокойным. Каждому человеку важно знать историю своей страны и в особенности период Великой Отечественной войны. Конечно, я безмерно рад, что вот это почетное звание и вот эти награды получает мой заместитель по воспитательной работе. Это говорит о том, что замполит на месте, это говорит о том, что замполит действительно на своем месте и может и должен доводить до личного состава всю правду о Великой Победе, Великой Отечественной войне и, конечно, служить примером для всех подрастающих поколений. Диктант победы проводится четвертый год. Число участников неизменно растет. В этом году испытания прошли 1 миллион 600 тысяч человек во всех регионах России. По количеству мест, где можно было написать диктант, регион занял четвертое место, а по числу участников – третье. Ежегодно жители региона проходили на федеральный уровень. В этом году победы только региональные – среди лауреатов и школьники. Диплом победителя даст им дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Сегодня же подвели результаты конкурсов на лучшие школьные городские музеи. Лучшим среди сельских стал музей в Южном городе, а среди школьных – музей при восьмой школе Новокуйбышевска. Когда сами школьники работают в музее, ездят в поисковые экспедиции, обрабатывают документы, сидят в архивах, участвуют в формировании экспозиции, они совершенно по-другому начинают воспринимать события и истории, это становится их личным делом. И вот такое вовлечение через музей ребят в просветительскую историческую работу мне кажется очень-очень важным. Музей, занявший первые места в конкурсе, получит по 500 тысяч рублей в виде целевых грантов, занявшие вторые и третьи места – по 300 и 250 тысяч рублей соответственно. На эти средства они смогут провести цифровизацию, к примеру, сделать оцифровку документов и фотографий. Виктория Шарая, Николай Сидоров, События. Герой нашего времени в Самаре прошла областная акция «Благородство». О том, кто стал лауреатом в этом году и за какие заслуги, расскажет Александр Гусева. Они способны на стремительные и смелые поступки. Профессионалы своего дела или просто неравнодушные. Акция «Благородство» способна отметить каждого, кто несет добро. Она проходит в Самаре с 1998 года и является одним из первых социально значимых проектов не только в губернии, но и в стране. Удостоено множество наград регионального и федерального уровней. За все время лауреатами акции стало около 900 человек. Акция за эти годы, конечно, изменилась, и знаете, в лучшую сторону. Потому что среди лауреатов акции в этом году очень много молодых людей. Самому младшему лауреату, их у нас двое, 11 лет, а самому старшему 85 лет. Акция «Благородство» проходит в год сохранения культурного наследия народов России. Поэтому наряду с традиционными номинациями были введены новые, такие как «Корни» – поощрение людей, занимающихся изучением родного края и развитием народного творчества. И «Память» – поощрение людей, занимающихся поисковой деятельностью. Награды удостоились 50 человек. Одним из лауреатов премии стал Алексей Халитов. Много лет он посвятил работе в уголовно-исполнительной системе. Подполковник в отставке. Член общественного совета при УХСИН России по Самарской области. Когда мне сообщили, что меня номинировали на лауреата, я сначала даже, мне немножко даже стало, может быть, стыдно. Думаю, за что, как. Ну, что ж, коллеги оценили мою работу. Спасибо большое огромное за то, что вот так все получилось. Сегодня Алексей ведет активную волонтерскую и патриотическую деятельность. Он – автор патриотического проекта «Победа» Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина. Активный и просто талантливый человек. После вручения награды Алексей спел песню, которая стала негласным гимном проекта «Победа». Зал поддержал аплодисментами. Над нашей Родиной идем, а значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за сыной не постоим. Такие акции выполняют важную общественную миссию. И это возможность выделить людей с большим сердцем, независимо от возраста и рода деятельности. Показать молодому поколению – пример человека, на которого действительно стоит равняться. Отметим, что лауреатами акции «Благородство» становятся не только люди, но и организации. «Самара ГИС» становилась лауреатом общественной акции в 2018 году. Александра Гусева, Николай Епифанов. События. Для достижения новых творческих вершин в самарских детских музыкальных школах в этом году провели укомплектование новыми инструментами и учебными пособиями. Обновление материально-технической базы возможно благодаря реализации в городе национального проекта «Культура». Какие новые инструменты появились в школах имени Михаила Глинки и Дмитрия Шостаковича, расскажет Андрей Горгуленко. Дмитрий Коцарь – недавний лауреат международного конкурса молодых музыкантов имени Кабалевского. В своей возрастной категории он занял в классе фортепиано третье место. К новым конкурсам будет готовиться на новом инструменте, который появился в музыкальной школе имени Глинки. Пока Дмитрий сыграл на нем лишь пару раз. На нем играл не очень много, ну в течение месяца, наверное, максимум. Инструмент хороший, звук мягкий, он будет даже получше, чем предыдущий. База детской музыкальной школы имени Глинки пополнилась сразу несколькими инструментами, в числе которых фортепиано, электрическая пианино, скрипка, виолончель, флейта и другие. Расширилась и методическая часть – новые учебные пособия, в том числе и в медиаформатах, что особенно нравится ученикам. Ведь не только слушая музыку мы духовно обогащаемся, но прежде всего, когда мы исполняем ее. И вот это исполнение их приближает, конечно, к замыслу композитора. Вот в этом и заключается духовное наследие и наша главная задача и миссия музыкальной школы. В детской музыкальной школе имени Шостаковича тоже много обновлений. Здесь появилась интерактивная доска, которая поможет проводить уроки с использованием различных медиаматериалов, экран в большом концертном зале, несколько ноутбуков. Внутреннюю библиотеку пополнили новые учебники и учебные материалы. Также в школе появились новые фортепиано, баян и аккордеон, духовые инструменты, например, гобои. Как отмечает директор, новые инструменты становятся дополнительной мотивацией, потому что на них играть будут лучшие ученики. Эти инструменты позволяют выйти на новый уровень участия в конкурсах, на очень серьезных конкурсах. У нас очень много детей талантливых, которые могут представлять школу далеко за ее пределами, на городском, региональном и даже международном уровне. Благодаря новому инструментарию мы имеем такую возможность. Все эти обновления стали возможны благодаря реализации национального проекта культуры, инициированного президентом России Владимиром Путиным. Главное это, конечно, воспитание гармонично развитой личности с мировоззрением, мировоззрением, которое опирается и будет опираться на наши российские традиционные ценности. Поэтому значение национального проекта культура для меня лично и как для человека, и как для гражданина имеет очень большое значение. Нацпроект культуры реализуется в Самаре с 2019 года. За это время городские музыкальные школы получили более 330 музыкальных инструментов, почти 5000 методических пособий, свыше 1000 единиц оборудования. И все это увлекает молодое поколение и вдохновляет покорять новые творческие вершины. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. По-настоящему Воложский фестиваль в Самарском театре оперы и балета прошел заключительный концерт Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества, рожденный в сердце России. Подробности в нашем следующем материале. На этом фестивале видна настоящая душа самодеятельных творческих коллективов. В год культурного наследия народов России тематика концертных выступлений направлена на сохранение этнического и культурного разнообразия Самарского региона. Наш фестиваль сегодня шагал по многим муниципальным образованиям. Более 100 тысяч человек увидели лучшие творческие коллективы Самарской губернии. И я надеюсь, что наш фестиваль продолжит свое шествие. Мы будем только приумножать и радовать наших жителей. В этом году в губернском фестивале приняли участие свыше 300 коллективов. Общее число участников превысило отметку в 4,5 тысячи человек. Каждый коллектив по-своему неповторим. Так же, как и культура народов, проживающих на территории Самарского региона. Мы сегодня показываем несколько номеров. То есть, это один большой наш номер целиком. Мы будем жить по названию нашей программы. В нем принимают участие 4 творческих коллектива. И небольшими вкраплениями во всем концерте у нас идет лейтмотивом нашего образцового ансамбля танца «Арабеск». Это самое главное – «Волга». И в народном блоке, то есть в теме свадьбы, будут наши национальные коллективы. Культурный центр «Автоград» объединяет 36 коллективов. Из них 26 стали участниками концертной программы «Мы будем жить», которая получила гран-при. В программе были представлены самые разные направления – фольклорное, театральное, вокальное и даже цирковое искусство. Эмоции просто непередаваемые. Это счастье, это гордость за себя. И не только за себя, но и за свою команду, за свой коллектив. Конечно же, радость за тренера. Как рассказывают участники фестиваля, такие события позволяют коллективам не только показать себя, но и обрести новые знакомства и опыт. Получить звание народного и образцового коллектива. Александра Гусева, Константин Головин. События. В холодную воду с горячим сердцем участники Самарского клуба «Закаливание» и зимнего плавания «Белый медведь» открыли новый сезон. Начало купания отметили соревнованиями в плавании на различные дистанции. Чем согревались после стартов, расскажет наш корреспондент. Только на первый взгляд это обычная группа людей, которые просто собрались на берегу, укутанные в зимние одежды. Но как только дают сигнал на старт, они готовы переодеться в плавательные костюмы и покорять холодные воды Волги. Ведь они профессиональные моржи. Я купаюсь в четвертый год, каждый раз обалденный прилив энергии. Решил попробовать свои силы в небольшом заплыве в этом году. Захотелось, видимо, новых ощущений. Потихонечку начали с друзьями приходить сюда. Может, не совсем регулярно. А потом постепенно втянулись. И вот последние года три ходим регулярно каждый день. Самарские моржи члены клуба «Белый медведь» начали новый сезон с соревнований. Устроили заплыва на 50, 100, 150 и 200 метров. Особо смелые отправились покорять дистанции в 300 и 500 метров. Новичков тоже приглашают на зимнее плавание. Опытные участники введут в курс дела, подготовят и проследят за первыми погружениями в воду. Все желающие могут участвовать. Если кто-то хочет прийти в клуб, милости просим. Расскажем, подготовим, что для этого нужно сделать. И все мы всегда рады. Чтобы зимнее плавание оставалось полезным для здоровья, для спортсменов, вышедших из воды, подготовили специальную переносную баню и горячий чай. «Чаепитие, бани. Для спортсменов пока никого не пускаем, кроме них. А потом еще общие бани. Когда соревнования закончатся, все могут и вас приглашать». Участники соревнований присоединились и к благотворительной акции. Они принесли подарки для детей, которые лечатся от онкологических заболеваний, и собрали их в коробку смелости. Эти подарки дети будут получать после прохождения лечебных процедур. Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко. События. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самарагис, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и отличных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин